Доброе утро, друзья. У нас ветер такой. Смотрите, какая красота. Я всю дорогу ехала, и меня вот утром так начинать с радуги. Это вообще супер, да? Правда, тут так что-то как-то ветрено. Класс. Обожаю радугу. Как-то, в общем-то, моя рыба ждет, когда мама откроет. Ну, мама снимала красивую такую радугу. Смотри, какая красивая радуга. Красота. Так, я пошла. Мне сегодня с утра позвонила бабушка и говорит, ты меня можешь около дома забрать? Я говорю, да, конечно, это ту бабушку, которую я домой потом отвожу. Но она как бы ходит хорошо, все, но набоится пасть или еще что-то. И поэтому мне как бы не трудно ее. Все равно иду мимо ее дома и заберу, и отведу. Хотя у нее дочь есть, но это отдельно строили. Это странная как бы семья. Сейчас все нормально, все хорошо, но, видимо, они с дочерью не особо ладят. Вот. Потому что характер у них, наверное, одинаковый. И как бы они не особо ладят. Одна не хочет просить помощи, другая не хочет как бы навязываться. Как-то так. Хотя странно, а мне позвонила и попросила. В общем, я говорю, каждая семья это потенки. Чарль, яс-то. Там просто у него живет недруг. Подрежьте. У нас аугар. Смотри на него. Так что вот так пойду я сейчас ее заберу. Она недалеко отживет от моей работы. И пойдем работу работать. В общем, я с утра порезала курицу и замариновала в соусе терияки. А здесь обжарила овощи на быстром огне в сковородке ВОК. И вот отложила. Сейчас обжарю курицу прям в соусе со всеми делами. И добавлю туда же эти овощи. И будет у меня сварю лапшу удон. Она 5 минут варится быстро. Будет такая лапша. Сейчас вот обжариваю курицу. И по ходу дела посмотрим, что туда надо добавлять или не надо. Курочка моя потушилась. Ну, до готовности буквально. Теперь я добавляю сюда овощи, которые поджарились. И все смешиваю. И еще тушу минут 5. Посолила, поперчила. Все как надо. Добавлю. У меня есть... Видать, что с ней... Прибрала вот такая. Она острая, но я не люблю острое, поэтому добавлю совсем чуть-чуть. Видите, как бы соуса, в принципе, нет. Поэтому я... Шайную ложку крахмала. Выразглавила вот в таком небольшом стакане воды. И добавлю сейчас сюда. И чтобы все это у меня был такой соус. Не мешаем, потому что крахмал оседает, может, капками быть. И потушу в этом соусе тоже минут 5. И еще у меня есть вот такие орешки. Бразильский какой-то орех. Я сейчас тоже вот туда захирашу. Он слишком крупный, поэтому я его так вот порежу. Мне кажется... Мне кажется... Миндаль, можно миндаль туда обжаренный. Но у меня нет обжаренного. Поэтому такой тоже пойдет. Импровизация, друзья, импровизация. Видите, какой соус получается? Обалденный. Пробуем на соль. Кисло-сладкий. Обалденный. Минут 5 пускай потушится до полной готовности. Лапшу нужно варить 3 минуты. Я поварила 2 минутки. И вот добавила в соус. О, что выключился-то? И сейчас соусом еще проварю пару минуток. И будет вкусняшка. Делайте такое. Пахнет нереально. Вот такая вкусняшка получилась. Кстати, смотрите. Вот это можно потом с рисом. Со всеми делами. Ну, а это я сейчас ем. Ммм, и чаек. Всем приятного аппетита. Такой ветроган на улице. Прям холодно как-то. Хотя 20 градусов написано. И прям вообще ураганище. Кстати, я сегодня, представляете, пока ехала, у нас сейчас очень много полиции. Контроль был. И меня сегодня остановили. Я полицейских как бы ничего не нарушала, но все равно страшненько, да. И, в общем, меня остановили. Он, куда едешь? Я такая, домой. На какую улицу? Ну, вот, спросил мужчина, и откуда еду. И все. Он поверил моим словесным объяснениям. Ничего даже не попросил. Сказал, езжайте. Да, нас отпустили. Кстати, Чарли не был привязан. И гавкал, пока меня спрашивали. Я думаю, блин, хоть бы он не обратил внимания на то, что вот этот вот болван, болванище, был непривязан и сзади гавкал на полицейского. Я ему потом объяснила, что на полицейского гавкать нельзя. Но он, конечно, не понимает. Он говорит, мне по барабану я буду гавкать на всех, кого мне надо и кого я хочу. Так что вот так вот. А, кстати, я хотела посмотреть, будет ли у нас сегодня дождь, потому что я сегодня аж два раза постирала. Но не поняла, будет ли дождь или не будет, потому что как-то пасмурно. Непонятная погода, конечно. Сейчас зыркнем. Нет, дождя не обещают. Обещают, что 17 градусов, но чувствуется, что как 15, потому что ветер. 35 километров в час. Ветер, 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 ты могуч. Так. И вообще погода такая будет в течение 10 дней. Главное, чтобы ветер не было. Ветра не было. Вроде завтра уже ветер не обещают. Не будет ветра, а будет у нас тепло и хорошо. Даже не знаю, куда сегодня пойти. То ли на пляж. Куда пойдем? Куда пойдем? На пляж или в поля? Мне в банк надо вообще. Поэтому, наверное, в поля пойдем. Вот так вот и живем. Вот. Человеку 6 лет. 6 лет человеку, а ума нет. Чай вскопил. Пойду чай попью. Что-то, знаете, вешал белье и задрылся все. Он там опять все скрутилось, как всегда. Ой, но зато сохнет быстро. Про тему, про всякие эти... Ну, про пандемию вам расскажу немножко. У нас, кстати, вчера, я смотрела, идет все на спад. Да, но города еще открыты. Они же по 14 дней. То есть, если вас закрыли, то на 14 дней минимум. Вот. У нас Соловри не открыто. Альмунекор открыт. Ну, а вот наш Матриль еще не открыт, потому что у нас больше 500 человек. На 100 тысяч населения зараженных. Но на этой неделе, я уверена, что все спало, потому что вчера по всей провинции Гранада было всего 78 человек зараженных. Будем надеяться. Теперь у нас, по-моему, 3 прививки. Кстати, многие, вот знаете, слышала, что многие блогеры, многие там не знаю кто, говорят, что Европа, Евросоюз хочет покупать русскую вакцину, что вот Евросоюз ее принял. Я специально вчера читала, и по телевизору говорили информацию, что до мая никакой русской прививки еще никто не купит. И она еще Евросоюзом не опробована. То есть, ее же мало того, что там в России, там ее даже не знаю, в России она прошла всякие вот эти вот, как это, ну пройти все инстанции должна. А в Евросоюзе она еще даже не опробована. Причем я это слышала от такой там блогерши, которая типа, это, медик она и все дела. Так, смотрит, слушает. Тебе очень интересно, да, Чарли, что я тут рассказываю? Ты тоже хочешь, чтобы все это скорее закончилось? И а тебе вообще, в принципе, какая разница, закончится это или не закончится? Че? Хочешь, чтобы закончилось, что ли? Ну я тоже хочу. Ну в принципе, тебе какая разница? Ты так же гуляешь, что 24 часа сутки со мной. Тебе не без разницы? Вирус, не вирус. И кстати, вы знаете, уже доказано. Вы же, наверное, знаете, что в Китай полетели эксперты, там вот всякие эти вирологи в Китай, и они уже доказали, что вирус не сделан в лаборатории. Интересно, что будет говорить теперь те люди, которые кричали и били себя в грудь, что это сделанный вирус, это его так сделали специально, чтобы нам поставить Чип и Дейл. Ну потому что так как две прививки, сначала Чип, потом Дейл тоже у одной блогерши подглядела. Ой, мне так понравилось это. Вот что интересно будут теперь эти люди кричать. Мне вообще, знаете, очень интересно, мне смешно над людьми, над теми, которые сначала отрицали. Нет никакого вируса, нет ничего, все это бред, его придумали. Потом, значит, все, поверили. Потом они начали кричать, что это придумали, это все из лаборатории. Интересно, что теперь они будут говорить, когда уже доказано, что это животного происхождения вирус, просто он мутировался на человека. Что они теперь? И потом, я 100% уверена, когда мы будем все привиты, все это будет уже вдалеке. И те люди, конечно, я тоже уверена, что те люди, которые протестуют, что там против прививки, против всего, это вот, знаете, мне кажется, это такие люди, которые немного, как бы, даже не немного, а очень сильно боятся этого всего. И вот поэтому они, у них сначала отрицание, потом не хочу эту прививку, мне хотят вот привить чип. Они сами очень сильно боятся, и они же первые побегут делать эту прививку. Вот. Ну, в общем, короче, вот такие вот новости, что это не лабораторный вирус, это животного происхождения, ну, в принципе, как и все пандемии на нашей планете, скажем так. Что еще там? Даже не знаю, что еще сказать. Уже говорят у нас о четвертой волне, я даже знаю, когда она будет. Если не 28 февраля у нас праздник, то на Страстную неделю точно. Страстная неделя, это Симона Санта, это огромный праздник. Многие говорят там о ее спасении, чтобы провести этот праздник, потому что это вообще... Что-то там один раз за всю историю Испании не было Страстной недели, а тут уже второй раз будет, второй год, когда не будет этого праздника. Конечно, да, испанцы в шоке. Вот. А еще я сегодня слышала, что дети... Раньше, знаете, когда вот только появился, все говорили, что дети сильно заражают других. Теперь дети заражают очень малый процент, когда дети могут заразить... Говорим о детях до 4 лет, которые могут заразить взрослых, да. Они, если болеют, то вообще там слабенько, вот, и переносят бессимптомы. Если, конечно, этот ребенок не больной и какие-то другие у него побочные эффекты. Еще интересно, знаете, какой момент? Больше всего умирает мужчин от вируса, вот, ну, естественно, пожилые, хотя очень много и молодых, до 40-летних людей. И вот мужчины больше, как говорится, подвергаются этому вирусу. Вот. И знаете, почему? Потому что у мужчин две хромосомы X, Y и X, а у женщины X, X. И то есть, как бы, у женщин, они, у них иммунитет, они более иммунно защищены, чем мужчины. Например, если какой-то там ген X ломается, то у мужчины остается только Y, в общем, и у него там что-то ломается, и он, короче, больше страдает и больше болеет. А если у женщины там X сломается, то у нее есть, типа, второй X. Ну, вы меня поняли, да? Вторая хромосома. Вот. И вообще, женщины в Испании, они живут больше, чем мужчины. Я не знаю, как в других странах, но, наверное, так же. Вот. И живут больше, чем мужчины. Представляете? Ну, это действительно факт. Еще эта статистика еще до этой пандемии. Вот. И вот у меня даже клиенты, очень много клиентов, которые вот 80-летние, там, 90-летние, они все вдовы. Представляете? Они все похоронили своих мужей. Вот так вот. Также говорят, что там и питание у женщин лучше, потому что мужчины больше мяса едят, женщины больше овощей. В общем, все связано. Так что, мужики, слабаки. А женщины, ух! Вот так вот немного вам рассказала про информацию. Короче, все собрала в одну чашку. Всего понемножку. Ну, а как иначе? Я не могу иначе. Просто мы, я помню, раньше первую волну, мы детей шугались, там, они, да, без масок ходят, заражают. Потом, знаете, я почитала информацию. Я не телек смотрю, я читаю, подписана на несколько всяких этих научных, как сказать-то, научных фейсбуки, короче. Там печатают разные эти научные исследования и все такое. А телевизор я смотрю на работе. Не смотрю, а слушаю. И вот сегодня я услышала, пока я бабушку бигуди ей вешала, крутила, послушала телевизор немножко. И мне стало так смешно. У меня как раз бабушка сидела, которая я, ей 89 лет. И она вдова уже лет 5, по-моему. Представляете? Но все равно 89. То есть муж у нее умер 85 лет. Тоже о чем-то говорит, да? И она такая, знаете, вот 89 лет ей сама ходит. Ну, там, я ее за ручку беру, но это только для того, чтобы у нее уже координация, как бы, такая не очень. И там же у нас везде ступеньки, подъемы. И вот она идет, от, я бедная, несчастная. У меня там это, я вот ходить там не могу. Я говорю, а сколько тебе лет? Она 89. Я говорю, нифига себе, говорю, в смысле, говорю, да ты до своих лет огурчик. Она такая, ну да, все, голове у меня нормальное. Я говорю, ходишь, все стираешь, дома готовишь, тебе что надо-то? Она, вот, доживешь до моих лет и будешь вспоминать меня. Я говорю, я доживу до 89 лет. Да ладно, говорю, срод не доживу до таких лет. Да еще так, как она. Это вообще, представляете, 89 лет человеку. Доживешь, говорит. Я говорю, да срод не доживу. Выглядит, как огурчик. Делает. И эти, говорит, ой, в следующий раз мне это сделаешь. Усы удалишь. Представляете, они все удаляют волосы с лица. Да покраску каждый месяц ходят. Каждую неделю они укладку делают. И вообще, 90 лет. Как? Я не доживу таких лет. Как бы я там не пыжилась, не мыжилась. Да еще я это, вот видите, чипы Дэйл мне поставят. Ой, коньки отброшу через два года. Ой, не могу. Вот так вот. Слышите, как меня чуча залит? Да, чуча меня поддерживает. А этот, я у твоих ног. Вот это я наболтала вам. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы я это, знала, что не зря Балтайюта. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Смонтировал DimaTorzok Смонтировал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok